Творец Сентябрь повеял на нас осенней прохладой, многолюбезные братья и сестры. И первый большой праздник православный, который мы будем встречать в сентябре, это усекновение главы Иоанна Претечи 11 сентября. Насколько важен этот праздник, мы сейчас с вами узнаем. Действительно, святой пророк Иоанн Претеча, с днём его усекновения в сентябре начинается один из великих праздников. Потому что позже будет Рождество Престой Богородицы, потом воздвижение Честного и Житворящего Христа Господня, будет этим завершён месяц сентябрь. Святой пророк Претеча и Креститель Господень Иоанн соединил в себе и священнический род, и царский род. Отец его был священником от рода Аронова и нёс череду в Иерусалимском храме. Мать его, праведная Елизавета, была из царского рода, рода царя Давида. И прожив много лет вместе с супрузовской жизнью, Господь испытывал эту благочестивую семью, праведных Захария и Елизавет, и не давал им рождение деток. Но вот на старости Господь послал Архангела, который возвестил им о том, что у них родится младенец, и нарекут они ему имя Иоанн. Священник Захария, служа в это время службу, неся свой черед в церкви, взойдя во святая святых, он вышел оттуда немым, потому что он не поверил слову Архангела, который возвестил ему сию родностную весть. Когда окончилась его череда, он зашел домой и зачала праведная Елизавета, младенца Иоанна. Когда пришло время его Рождества, то Господь разрешил немоту отца Захарии за то, что он испросил душчицу и написал, что имя его будет Иоанн. И он первым возвестил о том, что он явится великим пророком, что он явится предвозвестником пришествия в мир Христа Спасителя, и что он будет готовить путь к Христу. Итак, когда родился Иоанн Претеча, позже пришел в мир Христос Спаситель. И поскольку царь Ирод искал и умертвял всех детей, которые были от двух лет и нижайше, то среди них он искал умертвить Христа. Но зная чудесное рождение Иоанна Претечи, он также, придя, и послал воинов в церковь для того, чтобы они и спросили священника Захариев, где его сын Иоанн. Но тот ничего не сказал им, они убили его посреди церкви, и праведная Елизавета убежала с младенцем Иоанном в горы, и там по молитвам в горы закрыли ее. И таким чудесным образом святой пророк Претеча и креститель Господин Иоанн был скрыт от убийц. И поскольку после смерти в сороковый день мать его, праведная Елизавета, умерла, и он, оставшись сам, был отдан пустыню, и там он начал свой подвиг, потому что он воспитывался вдали от суетного мира, воспитывался в подвиге, в воздержании, в молитве, в строгости, будучи девственником, будучи великим подвижником, ибо он одевался, как говорит Священное Писание, верблюжьей кожей, припоясывал свои чрезла поясом, питался только диким медом и акридами, то есть род саранчи. И поэтому так он вел свою подвижницкую жизнь. Когда пришло время в 30-летнем возрасте, он перед пришествием Христа вышел на речку Иорданскую, для того, чтобы исполнить то пророчество, ради которого он пришел, быть глазом вопиющего в пустыне, приготовить путь Господу. И к нему пришел Христос, которого он крестил на речке Иорданской, и когда он крестил его, увидев Святую Троицу, он сказал, что ему надо расти, то есть Христу, а мне умоляться. И он удалился от Иордана, и Христос, святя проповедуя, Иоанн Претеча также не оставил своего подвига, потому что он был всегда ратником истины и поборником правды. И в то время Иорд, четверовластник, взял незаконно жену брата своего Филиппа. И вот этим он внес великую смуту и внес великий соблазн для людей. И поэтому Иоанн Претеча не мог терпеть этого беззакония, потому что это было соблазном для людей и нарушением закона. И он выступил с обличением царя Ирода и сказал, «Недобро тебе, царь, иметь жену брата твоего Филиппа». И вот за это царь очень возлобился на пророка. Он посадил его в темницу, но поскольку сам любил его слушать и боялся людей, которые его очень уважали, он не предавал его смерти. Но Иродиада постоянно искала в того времени, чтобы умертвить те уста, которые обличает ее беззаконие. И вот однажды, когда царь исправлял свой день рождения, когда было созвано много друзей, знакомых, бояр и других людей, которые пришли разделить радость Рождества царя, на сцену вышла Иродиада, дочь его племянница, то есть дочь его жены Иродиады, Соломия, которая начала плясать танец, подарок для царя. И вот так она угодила своим танцем, что царь в своем гвении и рвении сказал, что все, что попросишь у меня, все дам сегодня тебе, хоть до половины царства. И вот она, наущенная матерью, и спросила, что я сегодня хочу на блюде главу Иоанна Крестителя. Был печален царь, но ради клятвы, как говорит Священное Писание, он посылает спекулатора, посылает учителя, который отсекает главу святого пророка. И вот по преданию гласится, что даже уже будучи усеченной глава, когда принесли ее при всем народе, при всех тех гостях к царю, и тогда уста возвещали и говорили, «Недобро тебе, царь, иметь жену брата твоего Филиппа». И вот когда эти слова устыхала и Иродиада, когда получила главу на блюде, она издевалась над этой главой. И, как пишет святой святитель Дмитрий Ростовский, что она приколола булавками язык святого пророка, она закопала эту святую главу в нечистом месте, боялась, чтобы глава не соединилась с телом святого, и чтобы он не воскрес и дальше не обличал ее беззаконие. И вот таким образом и был при этом мучению, и был умертвен святой пророк, притеча и креститель Господин Иоанн. Но мы знаем, что судьба и дальнейшая жизнь и Иродиады, и Соломеи, которая угодила царю Ироду, она закончилась трагически, и не только трагически земной жизнью, но они и в будущей жизни в Царстве Небесном, они тоже его, вернее, не получили за свои злодеяния. Однозначно, ничего не бывает не наказанным. Действительно, царь Ирод был лишен своего царства, был в изнании вместе с Иродиадою, также и вместе с Соломией они были изнаны. И однажды, когда Соломия проходила озеро, и был лед, она упала, провалилась сквозь лед, и так случилось, что голова ее оказалась поверх леда, а тело ее делало те движения бесстыдные, но уже не по земле, как она плясала перед царем, а в воде. И так случилось, что она в этом моменте пребывала до того времени, пока лед не отсек ее голову. И так же и принесли царю и царице, как они получили и совершили злодеяние, подав главу Иоанна Претечи, так и они одержали главу своей дочери Соломии. И они так же свою жизнь закончили бесславно, и поэтому ясно, что как жизнь бесславна, так и не являются настыдником вечности, потому что ничто нечистое не может войти в Царство Небесное. Церковь, воспоминания этого праздника, потому что всегда кончина святых является праздником, потому что эти святые уже являются небожителями, они приходят к Богу и являются наследниками Царствия Небесного. И поэтому всегда по уставу Церкви, когда прославляется память мучеников или святых, каких-то преподобных и праведных, особенно мучеников, то Церковь поставляет в уставе какие-то постные дни. Например, если в Великий Пост даже случается память святых сорока мучеников, то разрешается елей и вино в память святых угодников Божьих. Но когда мы прославляем память пророка Притечи, крестителя Господня Иоанна, Церковь установила однодневный пост, поскольку тогда, когда мучили и умертвляли святого пророка Притечу, все плясали, радовались и кушали разные пищи. Поэтому мы, христиане верующие, в этот день не должны уподобляться тем мучителям, а должны благоговейно, со скорбью и духовной радостью вести и представлять этот день и праздновать этот день особо в посте, молитве и воздержании. В посте, молитве и воздержании. Отец Валерий, но дело в том, что именно день усекновения главы Иоанна Притечи, он связан с народными обычаями, которыми обрастает любой православный праздник. И говорят, что в этот день нельзя ничего резать, нельзя есть круглого и так далее. Много-много разных каких-то непонятных толков ходят вокруг этого дня. В уставе церкви нигде не записано, можно есть круглый, можно резать ножом, нельзя. И поэтому это уже человеческие домысли, это уже люди сами себе, каждый в меру своего какого-то духовного, может быть, роста, или какого-то духовного отступления, уже навеивают себе какие-то, придумывают новые обычаи, новые какие-то деяния, которые не идут в благословение церковное. И поэтому нет у них чего, чтобы писало о том, как нам поступать и как жить. Ясно? Чтобы мы не делали греха и не делали беззаконие. Я сердечно поздравляю всех с праздником усекновения главы Иоанна Претечи. И хочу напомнить всем, что дай Бог, чтобы каждый из нас исполнял свою миссию и был на своем месте. Ведь не было бы той соблазнительной жены, не было бы и убийства, не подался бы царь на убийство, может быть, и все было бы совсем по-другому. И поэтому дай Бог, чтобы мы всегда пребывали на своем месте, исполняли заповеди Божьи и просдравляли святых угодников Божьих, святого пророка Претечу и крестителя Господня Иоанна. Мы всегда должны приходить молитвы и просить, дабы действительно Господь избавил через его молитву и нас от тех всех соблазнов мира, которые нас порабощают, которые нас соблазняют. И чтобы мы прежде всего спешили оставить грех, спешили оставить порог, но вместе с этим спешили быть наследниками вечности Царствия Божьего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова